добрый день дорогие друзья с вами как обычно автосалон про тюнинг и меня зовут игорь сегодня мы рассмотрим с вами очень интересный автомобиль из китая который нынче популярен в нашей стране а перед началом я хочу напомнить что мы автосалон который может привести абсолютно любой автомобиль из самого крайнего уголка нашей планеты в россии в самые кратчайшие сроки и это является нашим главным плюсом теперь давайте перейдем к обзору это воя dream автомобиль абсолютно новый 2023 года выпуска это такой компактный минивэн такая замена в классу прямиком из китая сегодня посмотрим вообще что он из себя представляет лучше ли он чем в класс или нет и я хочу сказать что этот автомобиль может вполне претендовать на конкурента равного это в некоторых моментах даже лучше чем его собрат из германии по само автомобили мы видим очень эффектный внешний вид дизайн автомобиля в передней части это решетка радиатора которая очень массивная и высокая и широкая прямо на всю переднюю часть автомобиля эти ламели они как бы пересекаются друг с другом ну в общем безумно красиво все это выглядит и стильно и еще дизайнеры заморачиваются по поводу мелочей в автомобиле вот как и здесь допустим у нас имеется логотип воях который продолжается линиями на капоте этими отражениями все это балансирует друг между другом и такая небольшая пасхалка присутствует на передней части автомобиля и не менее красиво выглядит передняя оптика фары стандартно это у нас led оптика хорошая которая будет светить отлично в любых условиях которая продолжается также по всей ширине автомобиля ночью это выглядит все очень хорошо и стильно а чтобы сохранить всю эту красоту данного автомобиля этот черный глубокий цвет хромированные вставки можно его заклеить в полиуретановую пленку специальную защитную предназначены для автомобиля все это можно сделать в наших тюнинг центрах про тюнинг с гарантией что самое главное и это будут делать самые опытные мастера нашего города так как автомобиль нас гибридный это не параллельный гибрид а последовательно это будет еще одним плюсом при его покупке чем именно цифры данные раскроем чуть позже в обзоре пока что по автомобилю тут у нас стоят двадцатые колесные диски хромированный безумный эффектно смотрится на самом деле сейчас редко где встретишь хромированную окраску дисков на автомобилях лично я такое сейчас припомню наверное только на майбах джи лес автомобиль который является самым топом в роскошных автомобилях на одним из самых топовых на сегодняшний день здесь же мы видим камеры в зеркалах которые относятся у нас к круговому обзору потому что автомобиль не маленький это все-таки минивэн небольшой автобус это будет очень удобно при парковке в труднодоступных местах далее видим что у нас имеется бесключевой доступ на дверях передних задние двери у нас открываются с автоматическим доведением до конца то есть не нужно будет их вручную тянуть просто мы нажимаем тянем за ручку и дверь сама автоматически закрывается это очень удобно для комфортной посадкой автомобиль теперь переходим к задней части этой машины задней части автомобиля хочется еще раз обратить внимание на дизайн именно на фонари как они сделаны посмотрите на эти красные элементы самого стоп-сигнала которые повторяют и делают отсылку к драгоценным камням вот эти вот грани внутри переливаются смотрятся очень красиво и очень стильно и хромированный молдинг пройдет над фонарями это продолжение оконного молдинга с боковой части автомобиля который переходит в крышку багажника и он как бы так опоясывает автомобиль со всех сторон тоже хорошо смотрится снизу же на бампере мы видим партроники несмотря на наличие кругового обзора и камеры сзади которые установлена партроника будут вам показывать точное расстояние сигнализировать если вдруг вы подъедете к препятствию слишком близко тоже является мелочью но очень важной при парковке автомобиля багажнике при условии разложенного 3 ряда сидений не слишком много места но и для этого собственно его можно будет сложить если вам необходимо перевести больше вещей а еще в багажнике у нас лежала вот такая вот коробка в которая поставляется ключи сделана в традиционном китайском стиле из дерева полностью очень интересно открывается и внутри у нас лежали ключи от автомобиля тоже очень приятно что с таким подходом производители подходят к автомобилю включая туда различные мелочи которые будут приятны покупателям данного авто в салоне у нас присутствует очень красивая отделка из кожи такого светло-бежевого цвета по нижней части салона и на верхней части салона у нас имеется черная кожа очень опять же приятно то что нету какого-то пластика дешевого то есть не ощущаешь себя в бюджетном автомобиле чувствую что это на самом деле роскошный автомобиль который показывает всю свою статусность даже руль нас отделан из двух кусков кожи снаружи черная гладкая кожа на по и изнутри у нас та самая бежевая кожа по центру салона в передние участия на парпризе имеется большой экран который продолжается у нас от левой части салона до правой он у нас совмещенный с цельным стеклом внутри присутствует сразу три экрана первый это стандартная приборная панель на которой есть вся информация необходима при движении автомобиля чуть правее него находится экран мультимедиа для водителя то есть мы можем здесь включить навигацию музыку климат так далее чуть попозже разберем и справа у нас имеется еще экран для переднего правого пассажира в котором имеются различные развлекательные функции давайте посмотрим теперь поподробнее что у нас находится внутри этих мультимедиа систем начнем с экрана мультимедиа водителя тут у нас присутствует на основном меню различные виджеты которые можно вывести под себя то есть режимы в поездке автомобиля радио различные системы мультимедиа и так далее чтобы получать к ним быстрый доступ взмахом влево мы перелистан на следующую страницу с приложениями где у нас имеется навигация включения музыки радио настройки самого автомобиля сидений комфорта телефона в общем абсолютно все тут же можно посмотреть красок эти самые камеры 360 градусов обзора с достаточно хорошим качеством на уровне окраски современных топовых немецких автомобилей здесь же сбоку у нас имеется еще дополнительная панель для быстрого доступа к самым основным функциям то есть это переход в режим домой на главный экран основной система навигации мультимедиа музыки включения настройки климат-контроля автомобиля и настройки в поездках тут же у нас краски можно перейти в приложение как видите система работает достаточно быстро никаких подвисаний подлагиваний ничего такого нету но в принципе 2023 году я думаю это уже должно быть нормой что любой автомобиль его мультимедиа система должна работать абсолютно без подлагиваний и каких-либо зависаний на экране мультимедиа пассажира у нас в основном меню сразу представлена большая библиотека фильмов и сериалов то есть сразу можно будет все это посмотреть пассажира пока что это все у нас только на китайском но в ближайшее время с обновлениями можно будет перевести все это на русский и при наличии краски play market а китайского huawei store который здесь уже с завода встроен можно будет скачать приложение любые абсолютно под себя на центральной консоли в верхней его части находится сенсорный блок управление климат-контролем а под ним вместо стандартной полочки для хранения вещей либо прикуривателя у нас есть беспроводная зарядка для вашего телефона и чуть ниже мы видим еще два больших подстаканника примечательно что панель здесь у нас парящая так называемую то есть снизу нее есть еще дополнительное место думаю здесь можно будет рассмотреть это все для хранения ваших вещей то есть при разгруженности такой легкости верхней части видимой где нужно в принципе все необходимое только при поездке телефон напитки в дорогу снизу вы можете разместить то что вам необходимо не так часто и к тому же там находится еще два разъема для зарядки стандартные usb 2.0 и дополнительный прикуриватель для зарядки ваших других устройств на втором ряду сидений у нас имеется два капитанских кресла которые на самом деле очень хорошо укомплектованы потому что у нас здесь имеется уже ну естественно понятное дело отделка из той же самой красивой кожи дополнительный кармашек для мелких вещей само кресло имеет себе большое количество регулировок оттаманку то есть тут это вот нижнюю часть чтобы можно было полностью лечь но раскладывается прям почти в полностью лежачее состояние поддерживает ваши ноги в дороге можно будет даже спать на этом сиденье тут же у нас имеются подогревы вентиляции массаж очень хороший на самом деле даже как по мне лучше чем в ноге во многих автомобилях премиум сегмента и очень удобный подлокотник который можно поджать под свою голову механически чтобы если вы будете спать в дороге максимально комфортно происходил процесс и здесь же на боковой панели у нас присутствует еще и юсби зарядка дополнительная в самом кресле уже встроены на заднем ряду у нас имеется еще и столик чтобы вы могли работать в дороге очень удобно также это все выдвигается с передних сидений как и справа так и в левом сидим сидений у нас есть такой же точно столик для работы на центральной консоли у нас имеется два подстаканника для ваших напитков чуть ниже у нас находится еще одна панелька с стандартной из бедональ зарядкой и еще одним разъемом тайп си и перекуривателем и в самой нижней его часть имеется еще и место для хранения ваших вещей она с виду не сильно большое но в принципе туда еще внутрь я могу засунуть почти целую ладонь и благодаря этому можно поместить большое количество вещей так как сидение у нас здесь раздельное очень удобно проходить на задний третий ряд сидений принципе даже с большой компанией можно с комфортом перемещаться никому не будет тесно в салоне данного автомобиля и еще одна вещь которая привлекает как по мне необычная то что здесь могут опускаться у нас боковые стекла на заднем ряду то есть допустим в том же в прямом конкуренте от автомобиля mercedes v-class такая такой функции у нас к сожалению нету здесь уже это доступно что очень приятно аудиосистема din audio который установлен данном автомобиле вмещает себя 12 динамиков по всему салону даже в багажнике тем самым обеспечивая очень хорошее качество звучания и я думаю многие уже заметили что у нас в дверях как сзади так и спереди имеется комфортная атмосферная такая подсветка который ночью будет еще лучше видно обеспечивает вам еще больше такого погружения в хороший такой статус данного автомобиля и плюс сверху нас имеется еще и панорамное остекление сзади отдельное стекло и спереди для всех пассажиров можно наслаждаться небом в любое время суток под капотом у нас ничего особо интересного нет потому что все закрыто пластиковыми накладками с логотипом воях а все потому что как я и говорил тут у нас установлен полутора литровый турбированный двигатель который работает на бензине и он у нас не выполняет роли в передвижении автомобиля именно в кручении колес он у нас предназначен для того чтобы только заряжать электробатарею и мощность данного автомобиля этих электромоторов достигает 395 лошадиных сил и разгон у этой машины от 0 до 100 за 5 и 9 секунд это не впечатляющие цифры на сегодняшний день это не самый быстрый автомобиль но при условии формата данного автомобиля 5 и 9 это просто колоссальные какие-то цифры и может считать что на самом деле это очень быстрый минивэн приобрести этот замечательный варды можно в нашем автосалоне противник по адресу город краснодар улица российская 263 я хочу напомнить что этих автомобилей у нас есть несколько и они уже некоторые зарезервированы под наших клиентов поэтому спешите приобрести свой варк dream я хочу напомнить что наш автосалон находится не только в городе краснодар на улице российской 163 а и в городе москва и ставрополь и не забывайте подписываться на канал чтобы не пропустить новые видео